МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы отправляемся в Чернытьево. Это село хранит множество тайн и загадок. Даже само название села. А еще здесь рассказывают легенды о чуде. И не безосновательно, но обо всем по порядку. По словам местных жителей, эта дорога считается одной из лучших в районе. Построили ее сравнительно недавно, около 10 лет назад. Долгое время до Чернытьева была грунтовая дорога. В межсезонье, весной и осенью, дорогу сильно размывало. Так что в Распутицу выбраться отсюда можно было только по воде, на лодке. Сельчане о дороге мечтали долго. Наверное, поэтому здесь на этот счет даже своя легенда появилась. Я много раз слышала о том, что здесь, в окрестностях села, на одном из этих холмов спрятана Зарни-Ань. И что когда ее найдут, тогда и появится дорога. Но в 1998 году на местный праздник Комик-книги приехал Юрий Алексеевич Спиридонов. Привезли его на машине и высадили. Дальше нужно было идти пешком, потому что машина проехать не могла. Кругом грязь и глина. Он вышел, немного постоял. Потом сел в машину и уехал. Через полтора года у нас появилась дорога. Чернутьево расположено на правом берегу Мизени. Большей частью дома стоят вдоль берега. В старой части села дома стоят редком, по обе стороны асфальтированной дороги. Поля, луга вплотную подходят к домам. И сразу же за ними начинаются бескрайние леса. Большие крестьянские избы построены из тяжелых бревен. И состоят из двух половин – летней и зимней, с русской печью. Некоторые дома имеют резные оконные ставни. Во второй же части села дома новые, большие, построенные на новый городской лад. Это говорит о большой переимчивости коми народа. Это способность подражать вообще характерные свойства зырян. И проявляется повсюду. Так писал в своих заметках после путешествия по Ударе знаменитый социолог с мировым именем Петерим Сорокин. Римма Лобанова тоже недавно отремонтировала свой дом на новый лад. Выложила новую печь, сделала веранду. Но к традициям женщина относится бережно. Несколько лет назад в старом амбаре Римма Ивановна нашла ткацкий станок. И решила восстановить. Заново собрала и села ткать. Еще 20 лет назад такой станок был в каждой деревенской избе. Ранее из самодельной ткани шили и одежду, и обувь. Это корпус с мамой. Этот корпус очень старый, за ним еще моя мама сидела. Вот смотрите, написано, что он 1923 года. Приспособление делал хозяин дома, собственноручно. Каждый мужчина делал станок в меру своих способностей. Вашкинские были уже, чернутиевские – шире. Чем больше станок и шире, тем шире получалась ткань. На маленьком станке можно было соткать лишь узенькое полотенце. Вот эту деталь раньше из дерева делали. Зубья при работе очень часто ломались. Мой отец сам такой станок собирал. Сегодня у меня эта деталь современная, железная. Я ее у одного дедушки приобрела. По-моему, тогда она стоила 25 рублей. Ставили станок в нежилую часть дома. Много места занимает. И пыли от такой работы много. Ткали обычно до наступления холодов. Сегодня платья, рубашки и брюки из любой ткани можно купить в магазине и на рынке. В станках необходимости нет. А на тех, что остались, женщины ткут половички. Не хотят терять былое мастерство. А вось изъявит еще молодежь желание соткать что-нибудь. Хотя бы из чистого любопытства. В селе есть старая часовня во имя православных Петра и Павла. Построена она еще в 18 веке. И официально занесена в реестр памятника в республике Коми. За два с лишним века часовня сильно обветшала. Но местные жители считают, что после восстановления она еще может послужить. Это очень важный памятник. Когда-то эта часовня стояла на берегу Мизини. Сюда ходили люди на службы. В советское время здесь был колхоз. Эту часовню перенесли сюда. И долгое время в этом здании был ледник. Здесь хранили мясо. По соседству еще одно старое здание. Раньше здесь располагалась школа. Открыли ее более ста лет назад, в ноябре месяце. Сначала здесь размещался двухлетний интернат. В 30-х школа «Семилетка». Единственная от Глотова до Пысы. В 2007-м, тоже в ноябре, в селе открыли новую школу. Но количество учащихся по сравнению с прошлыми годами значительно сократилось. По большим праздникам и знаменательным датам в Чернутиево принято собираться возле местного клуба. Или в самом клубе. Вот и сегодня здесь людно. Приехал театр из Сыктывкара. Это для местных жителей целое событие. Ведь случается такое редко. Все понравилось. Очень хорошо играют. Мы приехали из соседнего села, Сёлиба. Сначала на лодке, потом на машине. И назад так же. К нам не приезжают. Последний раз театр был зимой. Мы тоже приезжали. Нам очень нравится ходить на постановки. Особенно на коми-языке. По словам Валентины Аврамовой, в 70-х прошлого века в Чернутиево ученые из Санкт-Петербурга проводили раскопки. Обнаружили янтарь. Исследователи считают, первые жители в этих местах поселились во втором-третьем тысячелетии до нашей эры. Здесь была так называемая чужья-йольская культура. Говорят, что сюда люди пришли с Балтийского побережья. В Чернутиево много легенд. Вот одна из них. Говорят, местный ручей, называют его жилоб, обладает магическими свойствами. Поселились когда-то здесь муж и жена. У них была дочь. Однажды плыл по мизине молодой человек. Поднялся сюда за водой к роднику. Девушка напоила парня ключевой водой. Через некоторое время молодой человек вернулся и женился на девушке. У них появились дети. От них и пошли первые чернутиевцы. Считается, что молодой человек, надумавший жениться на приезжей девушке, должен пригласить свою возлюбленную к этому роднику. Если девушка выпьет воду из этого родника, то обязательно останется. Вот и я также когда-то приехала впервые сюда в гости к подруге. Мы гуляли и в жаркие дни пили воду из родника. Спустя некоторое время я вышла замуж за чернутиевского парня. Вот и не верь потом этим легендам. По местным преданиям, на месте нынешнего Чернутиева стоял главный город чуди. Карнерис. Так назывался центр чудского государства. И жил здесь, не принявший христианство самобытный народ. Ударские коми называли его чудью-белоглазой. И считали, что этот народ владеет магическими знаниями. В 1956 году сюда приезжала экспедиция из Ленинграда. По словам ученых, они беседовали с людьми, которые говорили на чудском языке. Как пишут многие ученые, здесь была столица чудского края. Есть 10 разных версий возникновения названия села Чернутиева. Адольф Туркин считает, что Черным – возвышенность. Черно. Где Черн является древнерусским личным именем. По Коми Иб – возвышенность. Федор Плесовский связывает происхождение названия села Чернутиева со словом «черный» на месте черного леса. Или у Черного озера. Еще по одной версии, первый поселенец, расчищая земельный участок, потерял свой топор. Чер-топор. Что таит в себе происхождение названия села? Как и кем оно заселялось? Однозначного ответа до сих пор нет. Много историй о кладах связано с легендарным народом Чудь. В Чернутиево такая история тоже есть. Мол, когда на удару прибыл святитель Стефан Пермский, часть Чуди закопала себя в ямах, а большая часть ушла на север. В доказательство того, что Чудь действительно была в этих местах, жители часто ссылаются на местные топонима, а их ямы и сейчас еще видны возле села. Там после них находили много красивых чашек из-под масла, небольшие блюдечки. Когда чудины убегали, взяли с собой большой ящик, полный золота, но унести не смогли. И этот ящик закопали в 9-10 километрах от Чернутиева. Многие из местных жителей искали этот клад, но сундук с золотом так пока никому и не попался. Считается, что все эти сокровища заговоренные, заветные. Чудские духи в разных обличьях охраняют эти клады. Найти их могут только потомки чудского народа. А они, по словам местных жителей, и сегодня есть среди чернутиевцев. Субтитры сделал DimaTorzok